всем большой привет сегодня вяжем спицами вот такие пинетки девушка вконтакте попросила меня показать как вяжутся такие пинетки фото я вставлю и я постаралась связать максимально похожие эти пинетки связаны на возраст до 6 месяцев размер манекена 10 сантиметров вязать я буду пряжей alize baby best спицы буду использовать два с половиной миллиметра и начнем вязать с подошвы я набираю обычным классическим способом на одну спицу 37 петель делаю первую петельку 1 2 3 36 37 вяжем первый ряд подошва кромочную снимаем не провязывая далее накид следующие 17 петель вяжем лицевыми 17 накид 1 лицевая петля снова делаем накид и следующие 17 петель тоже провязываем лицевыми 17 накид и кромочную в конце ряда всегда будем провязывать лицевой петлей второй изнаночный ряд на спицы 41 петля кромочную снимаем не провязывая остальные петли вяжем лицевыми накиды провязываем скрещенной лицевыми и кромочную в конце ряда лицевой петлей третий ряд кромочную снимаем 1 лицевая петля далее накид далее 17 лицевых петель 17 накид 3 лицевые петли снова накид далее 17 лицевых петель 17 накид 1 лицевая петля и кромочную в конце ряда провязываем лицевой петлей 4 изнаночный ряд на спицы 45 петель кромочную снимаем остальные петли вяжем лицевыми накиды провязываем скрещенной лицевой подошву я буду вязать правильно анатомической формой поэтому начиная с пятого ряда мы будем вязать укороченными рядами для начала до середины вяжем как обычно кромочную снимаем далее 2 лицевые петли накид 17 лицевых петель 17 петель накид 5 лицевых петель центральных накид и вот теперь теперь нам нужно провязать половину от боковой части то есть после накида и перед накидом мы всегда провязываем по 17 петель с одной стороны с другой стороны делим это количество петель примерно пополам у меня пополам не получается я поделю так 8 9 после накида провязываю 8 лицевых петель а следующую петельку огибаю переснимаю на правую спицу рабочую нить завожу вперед и возвращаю петлю на левую спицу разворачиваемся 6 изнаночный ряд вяжем эти 8 петель до центральных петель до накида там там не ошибетесь накид скрещенной лицевой по центру у нас было 5 петель накид скрещенной лицевой и с этой стороны тоже провязываем 8 петель лицевыми 8 а следующую петельку огибаем переснимаем на правую спицу рабочую нить вперед и возвращаем петлю на левую спицу разворачиваемся 7 ряд снова провязываем эти же 8 петель далее накид 7 лицевых центральных петель накид и теперь вяжем эти же 8 петель что уже провязывали плюс еще 3 петли 8 вот та петелька что мы огибали чтобы не было большой дырочки мы сейчас провяжем вот эту петлю поднимаем ту ниточку петельку которой огибали и провязываем 2 вместе лицевой 1 2 3 8 плюс 3 всего 11 петель а следующую петлю огибаем восьмой изнаночный ряд вяжем уже 11 петель до накида накид скрещенной лицевой далее 7 лицевых петель накид скрещенной лицевой и с изнаночной стороны нам тоже нужно провязать 8 плюс 3 7 8 довязали до той ниточки до той петельки что огибали поднимаем ту петлю которой огибали и провязываем 2 вместе лицевой 9 10 11 а следующую огибаем 9 ряд укороченные ряды закончились теперь мы довязываем до конца ряда так вяжем 11 петель лицевыми 11 накид 9 центральных петель лицевыми накид далее 17 лицевых не забываем что у нас была петля которую мы огибали 17 накид 2 лицевые петли кромочная лицевой петлей 10 изнаночный ряд кромочную снимаем и вяжем как обычно все петли лицевыми в конце ряда не забываем что у нас была еще одна петелька которую мы огибали провяжем еще два полных ряда 11 ряд кромочную снимаем далее 3 лицевые петли накид 17 лицевых петель 17 накид 11 лицевых петель 17 накид 3 лицевые петли кромочная в конце ряда лицевой петлей 12 изнаночный ряд на спице 57 петель кромочную снимаем остальные петли вяжем лицевыми теперь когда подошва связаны переходим к вязанию бортиков я бортики буду вязать полой резинкой потому что по фото мне показалось что бортики более жесткие чем основное изделие хотя может быть на фото просто вставили картон но в общем я решила заморочиться и все-таки связать такой жесткий бортик я буду вязать 8 рядов полой резинки вы если не хотите заморачиваться можете а даже 10 я связала там же еще убавлять эти петли нужно вы если не хотите заморачиваться можете просто платочной вязкой эти 10 рядов провязать но так как я вяжу полой резинкой значит я и буду показывать так как мы сейчас будем удваивать все петли то я возьму спицы на леске у меня коротенькие все не вместятся кромочную снимаю и дальше будем удваивать все петли удваивать я буду так под петлю есть вот такая перемычка провязываю за эту перемычку и основную петлю провязываю за нижнюю петельку провязала лицевой и основную петлю и так нужно удвоить все петли последнюю петлю я удваивать не буду и и мы оставим для симметрии я ее просто так провязываю лицевой петлей и кромочную в конце ряда лицевой 2 изнаночные ряд и все последующие ряды вяжутся одинаково вяжем так кромочную снимаем не провязывая следующую петлю переснимаем не провязывая как изнаночную рабочую нить заводим вперед переснимаем следующую провязываем как лицевую нить перед работой переснимаем не провязывая как изнаночную следующую провязываем лицевой заканчиваем ряд изнаночной петлей переснимаем не провязывая и кромочная в конце ряда лицевой петлей третий ряд вяжем как и 2 кромочную снимаем дальше у нас лицевая и провязываем изнаночную переснимаем не провязывая лицевую провязываем изнаночную переснимаем и так до конца ряда всего нам нужно провязать 8 рядов полой резинки этот третий ряд и плюс еще 5 рядов давайте провяжем самостоятельно вяжем до 8 ряда включительно и так 8 рядов полой резинки провязана теперь нужно вернуть все как было то есть если в первом ряду мы удваивали то теперь будем убавлять все петли 9 ряд кромочную снимаем не провязываем в первом ряду одну петлю мы оставляли для симметрии ее мы не удваивали в девятом в начале ряда первую петлю провязываем изнаночной а остальные петли будем провязывать по 2 вместе 2 вместе изнаночной и так до конца ряда 2 вместе изнаночной и кромочная в конце ряда лицевой петлей 10 изнаночный ряд кромочную снимаем остальные петли все провязываем изнаночными итак бортики довязаны теперь будем вязать мысок я вам для наглядности повесила маркеры разделила петли так 25 7 по центру и 25 петель у вас есть выбор либо сейчас довязать до маркера то есть 25 петель провязать и дальше уже будем вязать укороченными рядами но тогда пинетка будет несимметричная выбираю другой вариант я основную ниточку отрезаю и начну вязать 7 центральных петель сейчас переснимаю 25 петель не провязывая маркер уберу первый ряд мыска 2 изнаночные петли дальше нам нужно провязать 2 лицевые петли но так как у нас по рисунку нужно четное количество петель а у нас нечетно значит мы сейчас одну петлю просто убавим 2 изнаночные 2 лицевые следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой и довязываю еще одну лицевую петлю далее 2 изнаночные петли теперь в конце ряда нам нужно прибавить по рисунку 2 лицевые петли провязываю одну лицевую а дальше провяжу убавление 2 вместе лицевой получилось что в конце ряда вот 2 изнаночные в конце ряда мы добавили 2 лицевые петли теперь нам нужно повернуться на изнаночные ряды чтобы не было больших отверстий мы будем провязывать поворотную петлю в каждом ряду провязываем так вот у нас лицевая провязываем эту петлю на ряд ниже и получившуюся петельку одеваем на левую спицу разворачиваемся поменяла спицу на короткую чтобы леска не болталась и так вот поворотная петля дальше мы вяжем по рисунку 8 петель 2 изнаночные 2 лицевые какие петли видим такие провязываем 2 лицевые вот мы провязали 8 петель теперь в конце ряда нам нужно добавить еще 2 петли смотрим по рисунку 2 лицевые значит добавить нужно 2 изнаночные провязываем одну изнаночную дальше нам снова нужно сделать убавление поэтому провязываем 2 вместе изнаночной петлей все к рисунку у нас добавилось 2 изнаночные петли следующую петлю делаем поворотный также как и с лицевой стороны вот у нас изнаночная петля провязываем на ряд ниже изнаночной петлей получившуюся петлю возвращаем на левую спицу третий ряд вяжем по рисунку уже 10 петель 2 лицевые 2 изнаночные и так далее и вот мы дошли до поворотной двойной петельки смотрим по рисунку у нас 2 лицевые петли значит следующие 2 должны быть изнаночные двойную провязываем захватываем вот так обе петельки провязываем изнаночной петлей а дальше снова нужно провязать убавление провязываем 2 вместе 2 следующие петли провязываем изнаночной петлей а следующую петельку делаем поворотный провязываем на ряд ниже и одеваем получившуюся петлю на левую спицу 4 изнаночный ряд вяжем 12 петель по рисунку довязали смотрим по рисунку 2 изнаночные значит добавить мы должны 2 лицевые петли двойную провязываем 2 стенки подхватываем лицевой петлей следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой к рисунку добавилось 2 лицевые петли следующую петлю делаем поворотный разворачиваемся 5 ряд вяжем 14 петель по рисунку и начиная с этого 5 ряда мы уже будем прибавлять к рисунку вот к этому узору резинки 2 на 2 будем прибавлять не по 2 петли как раньше а уже по 4 смотрим 2 изнаночные значит нужно добавить 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые добавляем поворотную провязываем лицевой петлей а следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой добавили 2 лицевые и еще плюс 2 изнаночные первую провязываем изнаночной дальше провязываем убавление 2 вместе изнаночной петлей мы добавили к узору еще 4 петли следующую петельку делаем поворотной разворачиваемся 6 изнаночный ряд вяжем 18 петель по рисунку дошли до поворотной петли смотрим что у нас тут 2 лицевые значит нам нужно добавить 2 изнаночные 2 лицевые первую провязываем изнаночные следующие 2 петли провязываем 2 вместе изнаночной петлей 2 изнаночные добавили осталось 2 лицевые 1 лицевая следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой еще 4 петли к узору добавлены следующую петельку делаем поворотной седьмой ряд вяжем по рисунку 22 петли довязали до поворотной смотрим 2 изнаночные значит следующие 2 должны быть лицевыми первую двойную провязываю лицевой следующие 2 петли провязываю 2 вместе лицевой и еще 2 изнаночные 1 изнаночная следующие 2 петли 2 вместе изнаночной петлей следующая петля у нас поворотная восьмой изнаночный ряд вяжем 26 петель по рисунку поворотная петля 2 лицевые значит добавляем следующие 2 петли изнаночные поворотную провязываем изнаночные следующие 2 петли 2 вместе изнаночной и еще 2 лицевые 1 лицевая 2 вместе лицевой следующая петля поворотная 9 ряд по рисунку вяжем уже 30 петель и добавляем 2 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая 2 вместе лицевой и еще 2 изнаночные 1 изнаночная 2 вместе изнаночной петлей и довязываем кромочную лицевой петлей 10 изнаночный ряд кромочную снимаем и вяжем по рисунку 34 петли вместе с кромочной это будет 35 и довязали до поворотной по рисунку 2 изнаночные поворотную провязываю изнаночной следующие 2 петли 2 вместе на ночной дальше 1 лицевая петля 2 вместе лицевой и кромочную довязываем лицевой петлей 11 ряд кромочную снимаем далее давайте провяжем убавление в начале ряда провязываем 2 вместе изнаночной петлей дальше вяжем 32 петли по рисунку 1 в конце ряда тоже провяжем убавление 2 вместе изнаночной петлей и кромочная лицевой петлей 12 изнаночный ряд на спице 38 петель провязываем их по рисунку все основная пинетка связана дальше продолжаем вязать резинкой 2 на 2 без изменений без убавлений на нужную вам высоту я провязала всего 24 ряда но сейчас думаю что можно было бы и побольше провязать провязала свои 24 ряда резинки следующий лицевой ряд вяжем все петли лицевыми кромочную снимаем остальные петли провязываем лицевыми и кромочную в конце ряда лицевой петлей заключительный изнаночный ряд закрываем петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку получившуюся петлю возвращаем на левую спицу 2 вместе лицевой за заднюю стенку петельку возвращаем на левую спицу и снова 2 вместе лицевой за заднюю стенку и так закрываем все петли последние две петли провяжу 2 вместе лицевой за переднюю стенку закрыли все петли осталось только сшить пинетку ниточку оставляем такой длины чтобы хватило на сшивание всей пинетки и подошвы сшивать я буду иголкой по лицевой стороне для начала закрепляю нить за только что закрытые петли буквально пары стежков стежок с одной стороны стежок с другой стороны так как мы вязали кромочные в конце ряда лицевыми то у нас образовались по краю изделия вот такие удобные для сшивания узелочки подхватываем узелок на одной стороне и узелок на другой стороне узелок на одной стороне и на другой только старайтесь не стягивать шов иначе будет некрасиво и сшиваем вот так за узелочки всю пинетку довязали до подошвы на подошве сшиваем так подхватываем петельку на одной стороне от наборного края и одновременно петельку на другой стороне стягиваем петля на одной стороне и одновременно петля на второй стороне стягиваем и тут тоже слишком сильно не затягиваем сшиваем так все оставшиеся петельки а кончик нити прячем на изнаночной стороне и на сегодня у меня все и на сегодня у меня все я надеюсь данный мастер-класс был для вас полезен спасибо за просмотр ровных вам петелек всем добра